Паводковые воды, что недавно принесли огромные бедствия жителям Южно-Казахстанской области, почти не повредили автомагистралям. Однако заставили дорожные службы и проектировщиков задуматься о реконструкции уже существующих дорог и внесении изменений в проекты строительства новых. В Тамерлановке под мостом не мог вместиться весь объем проходящего деканала. Мне кажется, что автомобиль. Мы заодно здесь новые гофрированные трубы хотим сделать. Мы пошли с гофрированной трубы. Новый технолог, который мы разработали, они готовы здесь отработать. И на это сразу же вопрос встал, когда мы здесь подрыли снизу, чтобы пропускную способность, там дальше не успевает канал. Переработать, да. Да, переработать. Там же разделение, что-то объем воды. Что-то объем воды. На инкутируем, инкутируем, сейчас полторы раза увеличим. При этом речь о простом увеличении пропускной способности не идет. Необходимо отремонтировать и очистить каналы, чтобы при возникновении ЧАЭС не подтопить население внизу по течению. О предотвращении наводнений говорили и на встрече министра транспорта и коммуникации Акима области и представителей дорожно-строительных компаний. Как считают специалисты, необходима реконструкция четырех мостов, а также дополнительное устройство 16 водопропускных труб. Департаментом автомобильных дорог совместного службы инженера рассмотрен вопрос о дополнительном устройстве девяти водопропускных труб в рамках проекта реконструкции Западной Европы и Западной Китая. По оставшимся четырем мостам, включая уширение моста в поселке Тимирлановка и семи трубам, необходимо дополнительное выделение порядка 390 миллионов тенге и средств республиканского бюджета. Почти полтысячи километров международного автобана Западной Европы и Западной Китая пройдут по территории области. На сегодняшний день работы ведутся на участках общей протяженностью 239 километров. В этом году будут введены в эксплуатацию 138 километров новой дороги. Для строительства дороги осталось выкупить 373 земельных участка, попадающих в полосу отвода, из которых выкуп 35 земельных участков решается в судебном порядке. На данный момент проблемой в данном вопросе являются невыкупленные 22 участка, которые препятствуют строительству автомобильной дороги обхода города Шенкент. Судебные разбежательства по которым ведутся с июня 2011 года. Остальные 338 земельных участков будут выкупать местные исполнительные органы. Сергей Павленко, Константин Исупов, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании ОТРАР.